Добрый вечер! Здравствуйте! Сегодня завершил работу Пленум ЦК КПСС. Наши корреспонденты передают. Кого увидите в качестве генерального секретаря, может быть, это не очень тактичный вопрос, но все же. Весь анализ нынешнего этапа говорит только об одном. Сейчас для партии потерять этого генерального секретаря было бы недопустимо. Точно так же, как для президента потерять эту партию тоже недопустимо. Нужна стабильность, нужно движение вперед. То, что коммунистам ряда республик приходится работать в условиях далеко не благополучных, сегодня явление обычное. Об этом говорил первый секретарь ЦК Компартии Армении Саркисян. И все же, несмотря на все трудности, Компартия в республике выжила. И впервые за последние годы количество вступивших в нее превысило количество выбывших. Если говорить честно, то мы сегодня вне закона, и коммунистам лица приходится очень несладко. Но мы накопили определенный опыт работы партии в оппозиции, который, я думаю, пригодится и КПСС. Самое главное для оппозиционной партии – это стать привлекательной и доказать свою полезность людям. Если это мы обеспечим, то тогда нет никакого сомнения, что никакие указы, никакие законы не смогут уничтожить партию, не сможет уничтожить тех людей, которые верят в те или иные идеалы. И вот мы стремимся, чтобы и наши программы, и наши действия, и заявления именно отвечали этим критериям. Собственно, как утверждают сами участники Пленума, партия и сейчас является самым массовым политическим движением в стране с огромными перспективами. Здесь считают, что демократизм, заложенный в новой программе, будет привлекателен не только для коммунистов, но и для всего народа. Участники Пленума, некоторые резко отрицают этот проект программы, некоторые говорят, что они его всячески поддерживают, но надо дорабатывать. Третьи говорят, что он отражает их интересы. И тем не менее, все говорят, что надо консолидироваться вокруг этого проекта программы. Не считаете ли вы, что это такой временный шаг с принятием новой программы партии, а затем по-прежнему все равно будет размежевание партии? Думаю, что нет. Дело здесь, на мой взгляд, обстоит иначе. Появляется, так сказать, программное заявление, очерчиваются цели партии и вокруг этих целей идет консолидация. Кто-то при этом должен будет уйти, сделать выбор. Значит, если он не согласен с этими целями, он, конечно, так сказать, до конца последовательно, он не останется в партии. Но это не значит размежевание или раскол. Я думаю, что сегодняшний проект программы, при всех его недостатках, кстати сказать, пленум дал большое смысловое превращение в этом плане, при всех недостатках он позволяет партии действительно реальный, а не такой, знаете, ну, показной процесс консолидации осуществить. Как член программной комиссии вы принимали непосредственное участие в работе над проектом программы КПСС. Что вам кажется самым важным, принципиально новым в этом документе? Вы знаете, если позволите, я начну сначала как секретарь городского комитета партии. Не будем лукавить. Отсутствие единого программного документа у самой большой политической партии страны приводит, во-первых, к центробежным явлениям в ее рядах. Во-вторых, вселяет определенную неуверенность. И, в-третьих, что не маловажно, она позволяет и нашим оппонентам, и тем, кто сегодня, значит, определяет свою точку зрения, в ряде случаев перехватывать инициативу и представлять как свои принципы то, что находится фактически в рабочих вариантах программы КПСС. Указ, подобный указу президента Российской Федерации о депротизации государственных учреждений. Как вы считаете, он приемлем для республик или не приемлем? Я думаю, что во многих республиках, в том числе и в Казахстане, этот такой указ не может быть, потому что стабильная, нормальная деловая обстановка в Казахстане сегодня определяется не только личностью президента, но прежде и им, а также тем, что партия занимает довольно уверенные позиции и пользуется большим доверием народа. В итоге работы Пленума приняты постановления о проекте программы КПСС и задачах партийных организаций по его обсуждению и о созыве внеочередного 29-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Пленум ЦК выдвинул кандидатов народные депутаты СССР от КПСС вместо выбывших депутатов и принял постановление о порядке выборов народных депутатов СССР от Коммунистической партии Советского Союза. Рассмотрены организационные вопросы. Секретарями ЦК КПСС избраны Владимир Калашников, заведующий кафедрой Ленинградского электротехнического института имени Ульянова Ленина, и Иван Мельников, секретарь порткома Московского государственного университета имени Ломоносова. В связи с указом президента РСФСР о прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР, Пленум принял заявление. В этом документе выражено негативное отношение к недавно изданному указу. Участники Пленума обратились к Комитету Конституционного надзора и президенту СССР с просьбой вынести решение о конституционности этого акта. Пленум заслушал сообщение секретаря ЦК КПСС Манаенкова о результатах работы комиссии по изучению положения дел в партийных организациях Эстонии и принял постановление по этому вопросу. Документы Пленума публикуются в печати. После окончания Пленума президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев встретился с рабочими и крестьянами, членами ЦК и ЦКК партии. Состоялся откровенный разговор о положении дел в стране и партии. Высказывались предложения, реализация которых, по мнению участников встречи, сможет обеспечить людям труда социальную защищенность при вступлении в рынок. Михаил Сергеевич Горбачев, Анатолий Иванович Лукьянов и Валентин Сергеевич Павлов ответили на многочисленные вопросы участников встречи. Итогом работы Пленума была посвящена пресс-конференция, завершившаяся два часа назад в пресс-центре ЦК партии. Член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Александр Засохов, выступая перед советскими и иностранными журналистами, отметил, что Пленум по своему значению и тому вниманию, которое было проявлено и накануне, и в ходе его работы, можно назвать выходящим за рамки обычных представлений о Пленумах ЦК партии. Центральным вопросом, рассмотренным на Пленуме ЦК КПСС, был вопрос о проекте программы, новой программы, на принятие которой нацеливает партию решение 28-го съезда. Мы взялись за это очень нужное, но нелегкое дело в условиях, отличающихся от периодов принятия прежних программ нашей партии, а это четвертое по счету. Сразу сообщу вам, что Пленум, прошедшее в условиях творческого рассмотрения этого вопроса, в обстановке очень острых, профессиональных, политических дискуссий, с чем возможным, рекомендовать проект программы после соответствующей основательной, я бы сказал, доработки, с учетом высказанных членами ЦК соображений, для общепартийного обсуждения. Мы исходим из того, что к программе будет вызван интерес всем нашим советским народам. В проекте программы и в докладе много нового. новое, во-первых, в том, что касается позиций партии, в отношении собственности. Новое относится к тому, как мы представляем обновленную федерацию и судьбу нашего союзного государства. По-новому звучат наши представления о наших духовных ценностях, о нашей приверженности марксизму и ленизму и одновременно наша ориентация на том, чтобы поставить на службу общественному прогрессу и другие идейные, прогрессивные учения отечественного и международного масштаба. Новое сводится и к тому, что роль партии теперь выписывается как политической силы, политической организации, в рамках которой должны царить демократические принципы, партия, широко развернутая к человеку, к проблемам общества, партия, нацеленная на реформы и партия, ориентированная на инициативное участие в достижении гражданского согласия. Общий вывод, особенно с учетом какого, я бы сказал, возбужденного интереса к пленуму. Пленум прошел при всем разбросе суждений все-таки в духе согласия, стремлении понять друг друга, найти все рациональное для того, чтобы служило это сохранению, единства партии и что особенно важно рядом с пониманием замедленных темпов в обновленческих процессах партии найти внутренние силы для того, чтобы эта важнейшая задача была реализована. И я думаю, первые шаги в этом направлении сделаны уже даже на самом пленуме. Затем Александр Засохов, а также участники пресс-конференции секретарь ЦК КПСС Владимир Калашников, член секретариата ЦК КПСС Валентин Гайворонский и члены ЦК партии Людмила Швецова, Леонид Абалкин и Тофик Исмаилов ответили на многочисленные вопросы советских и иностранных журналистов. По окончании программы «Время» вы сможете посмотреть интервью с участниками пленума ЦК КПСС. Картофель едва ли не важнейший для населения продукт после хлеба. Самое большое картофельное поле в Белоруссии, где умеют его выращивать и хранить. И вот сейчас, когда на юге республики началась уборка картофеля, а урожай здесь неплохой, находятся люди, которые не хотят по-настоящему стимулировать тяжелый труд картофелеводов. Первыми, как всегда, ранние сорта красивые, вкусные, но я бы сказал такие же деликатные и капризные. Малейший ушиб при уборке или перевозке и теряется не только вид клубня, но и его качество. Оттого и вот такие разные подходы к уборке. Если есть сбыт и держится цена, то используют комбайны и некоторые потери компенсируются количеством проданного. А в случае, когда свой местный рынок насыщен и ориентироваться приходится на перевозку продукта в ту же Москву, например, или Ленинград, убирают универсальной копалочкой и подборка вручную. Соответственно, и клубень, как хорошая конфетка на фабричном конвейере. Один к одному. И вот на выезде из республики ваши машины с картофелем остановили и сказали возвращайтесь домой. Вот как вы на это смотрите, как хозяин? Я считаю, что это неправильно. Правильно было бы то, чтобы излишки своей продукции и картофель могли бы хозяйство реализовать в любом регионе нашей страны с выгодой для своего хозяйства. Что касается нас, то мы в этом году выполним два госзаказа по картофелю. Работы на картофельном поле Беларуси будут набирать темпы и надо спешить снимать преграды на пути второго хлеба. Во многих отраслях, чтобы поправить финансовое положение, добивается повышение цен на свою продукцию. Действительно, чаще всего цены не соответствуют затратам, но есть и риск, что повысившие цены, скажем, на шерсть, потеряют потом больше, когда придет в магазин покупать костюм. За одеждой для детей и молодежи с маркой бишкерской фабрики 40 лет октября покупатели гоняются как за импортной. Здесь много с модой обновляет ассортимент, ухитряются и сейчас выполнять договоры по всем позициям и еще наращивать выпуск. Объем за миллион штук, а все мало. Здравствуйте, уважаемые работники фабрики. Я многодетная мать, у меня пять сыновей, трое младших, совершенно раздеты, негде добыть одежду. И вот этих писем сотни, несколько сотен со всех концов страны. Жаль огорчать людей, но, во-первых, за пределы Средней Азии эту продукцию не выпускают. А во-вторых, над покупателем нависла такая угроза. Правительством готовится значительное повышение цен на шерсть, чтобы подсобить овцеводство. Но шерсть это две трети всей ткани на фабрике. Может быть, выиграет чабан? Нет, навряд ли. Учитывая, что они многодетные, имеют семьи, это будет очень сложно одеть при таком уровне цен на наши готовые изделия. Ну, скажем, пальто, которое стоило на 1 января этого года 35 рублей, 40 рублей. Детское пальто, это дошкольное, оно будет стоить 140 рублей, 160 рублей. Женские в пределах 800, 1200, до 1500. Если будут цены повышены на шерстяные и полшерстяные ткани, мы будем вынуждены отказываться от них, искать другие пути. Будем разрабатывать и предлагать ассортимент, который действительно купит покупатель по доступным для него ценам. Ну, а что касается овцеводства, то есть риск остаться у разбитого корыта на мешках непроданной шерсти. Как мы уже сообщали, в Арктике произошло чрезвычайное происшествие. Льдина, на которой располагалась станция Северный полюс 31, раскололась. Естественно, возникла опасность для работающих там полярников, а их там больше 20 человек. На помощь были направлены ледоколы. И один из них Мурманск успел вовремя, потому что льдина, на которой были полярники, покрылась разводьями, трещинами и сильно подтаяла. Самолет на нее, естественно, сесть не мог. На ледоколе оказался вертолет Ми-2, который помог при эвакуации людей с льдины. Таким образом, операция прошла успешно и помощь второго ледокола, Красин, не понадобилась. Полярники спасены. Ну, а сейчас я хочу показать вам фотографии, которые сделаны с космической станции «Алмаз-1» вчера в 12 часов дня по московскому времени. На них видны след ледокола Мурманск и со всем крохотным пятном выглядит место, с которого осуществлялись спасательные работы. Космос реально помогает полярникам в их трудной, напряженной и опасной деятельности. Эта экспресс-информация предоставлена программе «Время» научно-производственным объединением машиностроения в Москве и Арктическим и Антарктическим институтом города Ленинграда. Кстати говоря, снимки и такого же качества со станции «Алмаз-1» используются сейчас для вывода из тяжелой ситуации научно-экспедиционного судна Михаил Сомов. Оно находится недалеко от станции «Молодежная» в Антарктиде и с большим трудом пробивает в тяжелых льдах дорогу домой. Можно сказать, уникальная аппаратура, установленная на борту космической станции «Алмаз-1» позволяет в любых погодных условиях, независимо от времени суток, получить детальное изображение земной поверхности. Вот на этом снимке видны даже айсберги, разводы и трещины о размерах свыше 15 метров. Причем такими снимками пользуются в своей работе экологи, океанологи, геологи, геодезисты, специалисты других профессий. Первая тревожная радиограмма пришла в Госгидромед страны и сюда, в институт, ранним утром 23 июля. Начальник станции Николай Дмитриевич Виноградов сообщал о разломах льдины. Из-за этого на разных ее кусках оказались различные объекты станции, а трещины продолжали появляться. Положение для 23 полярников становилось критическим. Напомню, что СП-31 начала работу в октябре 88-го года и за прошедшие годы прошла в дрейфе по огромному тысячемильному кольцу. Ничто, казалось, не предвещало опасности и вот. Вчера рано утром к станции подошел ледокол в Мурманск. Вот сейчас полдень. Какая ситуация в этом районе? Ну, сейчас там, когда ледокол и на ледоколе вертолет Ми-8 ледокол стоит рядом. Мурманск. Мурманск, да, стоит рядом со станции, с бывшей станции так называемой. Там флаг, конечно, спустил, станция прекратила работу. Сейчас идет эвакуация имущества. Все живы-здоровы? Все живы-здоровы, да. Все 23 человека живы-здоровы. Как оцениваете ход спасательных операций? Ход спасательных операций мы оцениваем, я бы сказал, очень оперативно и хорошо. И у нас сердечная благодарность тем всем людям, которые приняли в этом самые деятельные участия. В последнее время мы часто смотрим на Запад, ожидая помощи и поддержки. Но в науке есть такие области, где, наоборот, Запад смотрит на нас. К ним относятся работы по диагностике и лечению нарушений ритмов сердца. Так считает академик Евгений Иванович Чазов, руководитель Всесоюзного кардиологического научного центра. Подробности в репортаже и интервью. На столе в экспериментальной операционной собака. К сожалению, у исследователей нет другой возможности проникнуть в тайное организм, кроме как поставив эксперимент на животном. Сейчас на открытое сердце наложен электрод с двумястами от шестидесятию датчиками. Уникальный прибор получает сигналы. Компьютер превращает их в изображение на дисплее. И мы видим карту сердца, полную характеристику работы всех его участков. Сердце — это мотор. Но мотор — электромотор, но не обычный мотор, потому что электростанция находится внутри этого мотора, внутри сердца. Она выделяет определенный потенциал, который по определенным системам распределяется по всему сердцу. Это все в норме. Но вот при некоторых состояниях, когда идет повреждение клеток сердца, то есть, например, при инфаркте миокарда, появляются как будто бы так называемые наводные токи. И нам нужно знать, вот все это расположение точек, их активность, электрофизиологическую, электрическую, метаболическую, и оценивать действия на эти точки различных веществ. Вот эта лаборатория дала путевку в жизнь трём или четырём сейчас самым хорошим антиаритмическим средством. Вместе с учеными института фармакологии уже создан применяющийся в клиниках всего мира препарат «Этмазин». В ближайшее время появятся другие. Сейчас вы видите исследование, которое позволит выяснить все повреждающие точки, которые дают различные электропотенциалы. И более того, мы здесь не просто ведь это делаем для изучения, что есть какие-то потенциалы, которые наводные токи, а для того, чтобы здесь подобрать наиболее эффективное средство лечения. По приглашению президента СССР президент США Джордж Буш посетит Советский Союз с официальным визитом с 29 июля по 1 августа. На 31 июля намечено подписание договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В ходе визита между руководителями СССР и США состоятся переговоры по широкому кругу международных и двусторонних вопросов. Джордж Буш, выступая на конвенции одной из религиозных организаций США, призвал Израиль и полномочных представителей арабского и палестинского народа не упустить историческую возможность и принять участие в мирной конференции по Ближнему Востоку. Генеральный секретарь ООН Перес де Куэллер заявил, что, по его мнению, США не нанесут военного удара по иракским ядерным установкам. Ничто в заявлениях, которые я слышал, не указывает на то, что они готовы начать какую-либо военную акцию. Однако постоянный представитель Великобритании при ООН отметил, что президент Ирака Саддам Хусейн обманывал бы себя, если считал, что обезопасил себя от военных акций. Представитель Госдепартамента США Баучер сообщил, что истек срок установлено ООН для предоставления всех данных о его ядерной программе. Пока что мы не получили от иракцев ничего нового, сказал он. За последние сутки обстановка в Хорватии резко обострилась. И обострение это крайне опасно тем, что все чаще в вооруженной столкновении с подразделением Министерства внутренних дел Хорватии и Хорватской Народной Гвардии стала вступать Югославская Народная Армия. Причем практически всеми имеющимися в ее распоряжении огневыми средствами. Такими вот, например, многоствольными минометами типа «Пламя». Скоротечный бой с применением этого оружия произошел сегодня ночью здесь у моста, соединяющего хорватский и сербский берега Дуная. Население бежит из обжитых мест, где в сложившейся ситуации даже похоронить походника можно сейчас лишь в сопровождении армейских бронемашин. Число официально зарегистрированных беженцев приблизилось сегодня к 20 тысячам. Перестрелки у ряда хорватских и сербских сел вчера и сегодня практически не прекращались. И сербские, и хорватские вооруженные формирования, как законные, так и незаконные, продолжают в различных местах наращивать свои силы. Все, еще оставшееся в деревнях, приспосабливается для боя. Защита сербских сел в Хорватии постепенно переходит в руки специально подготовленных для этого отрядов, которые начинают наносить своему хорватскому противнику ощутимые потери. Вот документы бойцов Хорватской народной гвардии, погибнувших в бою за предместие одного из хорватских городов. Пригород этот, естественно, сербским населением. Сейчас, в эти минуты, когда этот репортаж передается в Москву, в Белграде проходит заседание президиума СФРЮ с участием представителей высшего военного командования. Тема обсуждения положений в Словении. Однако, многие в Югославии относятся к этому заседанию с большой долей пессимизма. Если там и будет принято какое-либо решение, то нет никакой гарантии, что оно будет выполнено. Так, к сожалению, в последнее время происходит со многими решениями президиума СФРЮ. На завершившейся в Брюсселе сессии европейских сообществ министр финансов 12 стран-членов этой организации утвердили в первом чтении проект бюджета ЕС на 1992 год. В нем предусматривается выделение 400 миллионов ЭКЮ европейских валютных единиц для оказания технической помощи Советскому Союзу. Указанная помощь, для осуществления которой в текущем году выделена такая же сумма и реализация, которая уже началась, предусматривает развитие ВСР транспорта, энергетики, подготовку кадров, а также совершенствование финансовых служб и системы распределения продовольственных товаров. Разрастается скандал вокруг тайных связей правительства ЮАР с Инкатой. Южноафриканский еженедельник Уикли Мэйл потребовал отставки министров, замешанных в скандале. Если правительство не примет мер, то Уикли Мэйл и другие газеты выявят и придадут гласности все факты, которые власти пытаются скрыть, говорится в статье редактора газеты Харбера. Еженедельник опубликовал документ полиции, подтверждающий, что перед выплатой ей денег состоялись консультации сотрудников органов безопасности с руководством Зулузской организации. В Соединенных Штатах началось расследование деятельности филиалов банка BCCI, находившихся на их территории. Министр юстиции Торнберг заявил, что в четырех американских городах прокуроры приступили к расследованию деятельности этой финансовой империи, пользовавшейся любовью шпионов и торговцев наркотиками. Сообщается, что банк был тесно связан с разведывательными ведомствами различных государств, которые использовали помещенные у него средства для проведения своих секретных операций. Разоружение человеческий фактор. Репортаж нашего корреспондента в Актаве. Канадский Север станция раннего оповещения на РАД североамериканской системы ПВО. Выросли эти комплексы среди снегов в 50-х годах в разгар холодной войны. 40 лет спустя льды холодной войны растоплены, но станции остаются. Правительство завершает работу над документом, который определит их дальнейшую судьбу. Определяющий фактор уже не пресловутая советская угроза, а размеры бюджета отпущенного военным. Сейчас это около 12 миллиардов долларов в год. Идет разговор о закрытии ряда баз на территории Канады, о выводе части канадских подразделений из двух баз в Германии. Одним словом, впереди экономия и так называемые мирные дивиденды, которые должно принести разоружение. Но это в теории. На практике мирные дивиденды получить куда труднее. И дело здесь не только в ястребах холодной войны, корпорациях, стремящихся получить выгодные военные заказы, или самих военных. Дело и в тех, кого мы привыкли называть простыми канадцами, рядовыми избирателями. В десятках и сотнях тысяч людей, которые окажутся на улице, потеряют работу, если закроются военные базы, а корпорации лишатся военных контрактов. Да, все за мирные дивиденды, но оказывается не за счет собственного благополучия. А потому в эти дни министр обороны Канады получает сотни писем с протестами против закрытия военных баз. В канадской столице вынуждены прислушаться к этим протестам. На неопределенное время отложено принятие окончательного решения по сокращению численности вооруженных сил. Что же касается военных баз, скорее всего, их судьба решится лишь после проведения очередных парламентских выборов весной 93-го года. Недавно я рассказывал о том, как успешно развивается воздушное сообщение между СССР и США. Открываются новые авиалинии, причем не только из Москвы или Нью-Йорка, Вашингтона, но и из других городов наших стран. Почти в два раза выросло число пассажиров, летающих в том и другом направлениях. И вот теперь заключено комплексное соглашение корпорации Силент не только с аэрофлотом, но и с МПС, морскими пароходствами по контейнерным перевозкам. Куда не бросишь сегодня взгляд на американских автострадах и железных дорогах, непременно видишь тысячи и тысячи контейнеров, в которых всевозможные грузы доставляются, как здесь говорят, от двери до двери. Это и удобно, и безопасно, и, что немаловажно, значительно дешевле, поскольку груз не перекантовывает в пути по нескольку раз. Еще 8 лет назад основной объем контейнерных перевозок в мире 57% приходился на Северную Америку. Однако времена меняются, и в наши дни эта доля значительно сократилась, постепенно новые крупные центры морских перевозок появляются и в Азии, и американские транспортные корпорации гибко реагируют на это. Штаб-квартира одного из крупнейших в мире перевозчиков контейнеров, корпорации Sea Land, расположена в морском порту Элизабет, в штате Нью-Джерси. Здесь же принадлежащий ей крупнейший в мире контейнерный порт, куда сходятся морские пути из 80 портов в 70 странах, где действует Sea Land. Компания подписала соглашение с рядом советских перевозчиков, в частности, с недавно организованной ассоциацией советских железных дорог, Совмор-Трансом, Балтийским и Черноморским пароходствами, а также с Аэрофлотом. Соглашение откроет путь контейнерам Sea Land с грузами тысяч компаний по Транссибирской магистрали, через порты Балтики и Черноморья во многие важнейшие торгово-промышленные центры мира. Торговля между Европой и Азией растет сейчас в среднем ежегодно на 10-11 процентов. И нынешнее сокращение сроков перевозок контейнерных грузов через советскую Сибирь с 40 до 12 дней уже приносит и нашим перевозчикам и их американским партнерам немалую прибыль. В эти дни потомки рода Лермонтовых совершают паломничество по святым для них местам. Впервые их принимала Костромская земля. Возле древнего города Галича есть затерявшееся в лесах сельцо Никольское, а рядом полуразрушенная церковь. Тысячи людей проходили мимо. Теперь может задержаться на минутку. Чухлама До сих пор здесь живут Лермонтовы. Оба города и Галич и Чухлама тесно связаны с их родом. Многие селения и земли вокруг три века назад получил за усердие в государственной службе выходец из Шотландии Георг Лермонт основатель славного рода. На высоком берегу О купцах мы чаще всего судим по пьесам Александра Николаевича Островского, по его сочным многогранным образом. Ну а послереформенные купцы к ним относились и промышленники, а это ведь люди с дипломами лучших европейских университетов, прекрасные организаторы производства, и что было особенно свойственно москвичам мецената. К концу 19 века Москва из Дворянской становится купеческой. Именно это сословие определяет весь уклад жизни города. До сих пор принадлежащие им особняки мы относим к жемчужинам московской архитектуры, как, например, этот дом, который Зодчий Шехтель построил для Степана Павлова Черебушинского, того, кто стоял у истоков завода Амазил, а мы все еще называем его последним домом Горького. Или неупоминаемый у нас с десятилетиями род Крестовниковых. Они пожертвовали на войну с Наполеоном 50 тысяч рублей и фамилия их была на мемориальной доске в храме Христа Спасителя. Последний из них, кто с гордостью носил звание купец, Григорий Александрович. Среди его наград и Орден Почетного Региона, в котором его отметило французское правительство за укрепление экономических связей между нашими странами. При городском голове Алексееве Москва получила водопровод. Станиславский это псевдоним он тоже из этого рода. Не только Москва, но и вся страна благодарна до сих пор Третьякову и Щукину за их уникальные коллекции русских и западноевропейских художников. В основе исторического музея коллекции другого Щукина Петра Ивановича. Бахрушин создал театральный музей а русскую оперу Мамонтов. А сколько они построили больниц? Так до сих пор детская больница номер один называется Морозовская. в честь ее строителя Викулы Елисеевича Морозова двоюродного брата Савва Тимофеевича. Михаил Анисимович, до сих пор остается ваша больница самой крупной в Москве. Да, она не только крупная в Москве, она и в Европе даже таких нет такого масштаба больницы. Так что на Руси, особенно в Москве, звание купец в начале нашего века было понятием нравственным. На 98-м году жизни скончался Лазарь Моисеевич Каганович. После Октябрьской революции до конца 50-х годов он занимал различные руководящие государственные и партийные посты. В 1962-м году был исключен из КПСС. С 1961-го года находился на пенсии. Это сообщение передано нам газетой «Совершенно секретно». Добрый вечер, товарищи. Так уж получилось, что в эти дни интересные спортивные соревнования проходят в различных городах Испании, которые через год примет участников летней Олимпиады. В пригороде будущей столицы Олимпийских игр Барселоны на турнире гандболистов наша сборная вышла в полуфинал, где встретятся со спортсменами в Венгрии, а в другом полуфинале сыграют испанцы с гандболистами Чехословакии. На чемпионате Европы по настольному теннису среди юниоров в городе Гранада советские девушки в финале победили сборную Венгрии со счетом 3-1. А на чемпионате Европы по стрелковому спорту в Болонье в стрельбе из спортивного пистолета серебряную медаль выиграла Светлана Смирнова, а бронзовую Марина Лагвиненко. Чемпионкой же Европы стала француженка Карин Сера-Тозьо. Но главные события проходят в самой Барселоне на чемпионате мира по борьбе с дзюдо. Первую золотую медаль в копилку нашей команды положил серебряный призер европейского перенеса Сергей Косоротов из Подмосковья, выступавший в весе свыше 95 килограммов. На пути к финалу он одержал три чистые победы, в том числе и над трехкратным чемпионом мира японцем Агавой. В решающей встрече против сильного кубинца Франко Морена, который тяжелее нашего борца на 23 килограмма, Сергей сначала заработал выигрышный балл, а затем болевым приемом досрочно решил исход поединка в свою пользу. Великолепная победа. Мы вправе были рассчитывать и на победу в весовой категории до 78 килограммов, где выступал четырехкратный чемпион Европы Башир Вараев из Грозного. Однако в итоге ему пришлось вести борьбу за бронзовую медаль. И здесь он проявил себя с самой лучшей стороны. Всего 42 секунды понадобилось ему, чтобы одержать чистую победу над чемпионом Европы голландцем Антоном Буртом. Еще одна медаль у сборной Советского Союза. Подходит к концу перемест на мировой лиге по волейболу среди мужских команд. Сегодня в Милане два полуфинальных матча. В первом встретились волейболисты Советского Союза и Кубы. В первой партии увереннее действовали кубинцы 15-8. Во второй партии льет до победного конца 15-10. Однако в третьей вновь преимущественно в стороне кубинцев 15-11. Только что, вот буквально только что завершилась четвертая партия. 15-12 в пользу сборной СССР. Ничья 2-2. О том, как завершилась пятая решающая партия вы узнаете из нашего репортажа по второй программе в 0 часов 15 минут. К сожалению, сегодня мы не получили видеосюжет о велогонке Тур-де-Франс. Это вдвойне обидно, потому что победителем двадцатого этапа стал ленинградец Вячеслав Якимов, опередивший на 7 секунд Джамаледина Абдужапарова из Ташкента. Однако в общем зачете по-прежнему впереди испанец Мигель Индурайн, финиш гонки в воскресенье в Париже. На чемпионате страны по футболу сегодня два матча. Днепр победил Арарат 1-0, а в Киеве динамовцы и московский Спартак играли пропущенный матч первого круга. Спартак одержал очень важную победу в гостях, сумев взять реванш за поражение на своем поле. После первого тайма ничья 1-1 героем матча стал москвич Шалимов, который на 50-й минуте выиграл свою команду вперед. Однако киевляне быстро отыгрались. Через 6 минут после розыгрыша штрафного Деркач сравнял счет 2-2. И все же за 13 минут до финального свистка вновь отличился Шалимов, забив красивый, вы сейчас это увидите, и победный гол. 3-2 в пользу Спартака. Заканчиваем нашу информационную программу традиционно с водкой погоды. Синоптики дали нам такие сведения на 27 июля. В центральном районе 18-23 градуса местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В Мурманской области 11-16, местами небольшой дождь. Также небольшой дождь и такая же температура 11-16 градусов будет в Архангельской области. В Карелии 12-17 градусов. На Северном Кавказе 29-34. 17-22 градуса в Эстонии небольшой дождь. В Латвии 18-22. В Литве 19-24 градуса кратковременные дожди. Дожди в Белоруссии температура 19-24. На Украине грозовые дожди 24-29 градусов. В Ленинграде 19-21. В Москве завтра вероятность дождя небольшая. Минимальная температура ночью 10-12, а днем максимальная температура 19-22 градуса. Желаем вам хорошего отдыха. Голио 20-24. Конец 20-24. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok